приветствую сердечно вас виктория пожалуйста представьтесь полнее кто вас не знает и расскажите что вы хотели рассказать всем добрый день у виктория коробкова из новосибирска я бы хотела поделиться с вами как работает метод ключ уникально вчера я стала пробовать ваши техники хасай и ночью когда я легла спать мне снится во сне чувствую что мой позвоночник стал работать как мотор он прям я прям тряслась мой позвоночник загудел и во сне я это осознанно чувствую и понимаю что сейчас я буду взлетать и я помогла себе я взлетела это было так удивительно так интересно вот что значит я потом осознала утром когда проснулась что мое тело видимо расслаблено было расслаблено так как никогда не было расслаблено после ваших простых эффективных упражнений и сегодня я ходила на игру где нужно было очень сильно напрягаться то есть там такая игра очень серьезно и после каждого так скажем ну раунда да я чувствовала что напряжение в моей голове прям очень сильно было я стала ваши упражнения значит применять я стала сделала упражнение шалтай болтай лыжник и почувствовала как энергия из головы прям как дождем внутри она у меня знаете как потоком опускалась вниз и голова и чувствовала стала ясной и легкая я была так удивлена игроки которые со мной находились рядышком ним быстренько объяснила ваше упражнение они сделали тоже почувствовали вот этот эффект это просто уникально это так интересно вот я очень благодарна вам за этот метод и хотела поделиться вот понятно 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 просто я хочу вас предупредить вы не обучаете этим приемом других людей вы же еще не специалист для того чтобы стать специалистом надо выйти со мной на разговор мы обговорим условия чтобы ошибок не делали потому что вдруг попадется там человек склонный к бредообразованию галлюцинации вы у него так стимулируете что он потом будет летать знаете у меня один случай был я был совсем молоденький и вот ко мне приходит дама и говорит вы знаете вот мы с вами вчера занимались и после этого мне было так хорошо я горит потом пришла домой и всю ночь летала 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 говорит и вдруг окно распахнулась и ко мне влетела белая лошадь и мы с ней до утра но оказывается она у нас в диспансере психоневрологическом на учете стояла я не знал об этом видите какие тонкости поэтому вот так просто огурно брать других учений не надо это только специалист может делать а для этого нужно выходить ко мне на связи мы проводим беседу я устанавливаюсь достойно ли этого человека готовить как специалиста и даю некоторые вещи которые в обычном интернете у меня нигде нет и тогда система безопасности чтобы никому не повредить и тогда все получают только пользу для здоровья и для раскрытия творческих кальций и так далее поэтому дома можно кому-то там помочь ребенку там соседу снять боль головную там или сон наладить а так чтобы всем давать да еще каких-то кружках которые я вообще не знаю нельзя конечно но теперь дальше рассказывать дальше что я хочу сказать я в этой игре была всего лишь второй раз принимала участие и старалась создать в себе вот это состояние нулевое да нулевое состояние я почувствовала как работает моя интуиция я выиграла причем не были такие многоуровневые ходы где к нам потом пришли преподаватели этой игры и были удивлены что как мы красиво играем это было очень интересно это состояние я пыталась сегодня себе как можно чаще создать вот я экспериментировала я включила очень красивый голос у нас там у меня преподавать по голосу и вместе с ним пела и голос у меня просто был волшебный я поняла что это все от глубокого расслабления то что-то связано вот тело видимо так где-то на внутреннем внутри так расслабилась что такие тут эффекты у меня я до сих пор в таком восторге и прислушиваюсь конечно же к себе пытаюсь понять услышать свое тело ну это что-то я была очень удивлена когда вы своем ролике рассказывали что очень просто достигнуть достичь состояние нирваны потому что как мы знаем буду сидел сколько там дней под деревом до этого состояния добился а здесь так просто легко когда я стала экспериментировать я почувствовала что так оно и есть это правильный путь и он очень эффективный вы знаете я вам скажу интересную вещь я буду делать скоро один ролик новый и там я буду раскрывать некоторые секреты и нюансы которые раньше до этого никогда не печатал книгах своих 25 книг которые вышли они у нас на ликбезах бесплатных не показывал и на вебинарах платных там не показывал вообще никогда не показывал и никто еще пока этого не знает и там будет такой момент как человеку загружать свой мозг большим объемом информации который сегодня вот у нас вот со всех сторон идет и как мне быстро разбираться но чем я это сделаю ролик для того чтобы все люди были в безопасности от вот этого наплыва большой информации чтобы это была защита я этим и занимаюсь и вы сейчас вот рассказываете свой интересный опыт я вам очень благодарен он полезен всем а еще вы хотели что-то рассказать вы мне писали словах или о чем-то вы говорили там написали в письме о чем вы хотели еще сказать скажите да я хотелось вам рассказать как лет десять назад во сне ко мне пришла информация что нужно писать как говорим или говорить как пишем я сначала не поняла но когда стала пробовать писать как я говорю я почувствовала как в моих мозгах какая-то перестройка шла перед переключения писать как говорю вот я тоже говорю и пишу или вы там когда говорите пропускаете слова или там что вот когда пишите ну то есть письменная письменная немножко отличается конечно вы в это имеете ввиду да да я хочу сказать что когда вы смотрите перед тем как сказать мысла чана мысли то есть мы формируем мысль да мы сказали например какое-то слово потом мы его озвучиваем энергии добавляются например слова солнце например слова солнце вы его подумали его озвучили солнце опишем стол и на це говорим солнце буквы л нет опишем солнце то есть те две энергии которые мы подумали сказали они как бы ушли потому что мы материализовали совсем другие энергии мы написали сами по правилам что такое правило правило это если так его раскладывать слова слова ра это солнце вилла это то что разрушает и вот эти правилами мы себя делаем менее сильными потому что энергии разрушаются из-за того что мы пишем по правилам вот если вы возьмете ввиду мы больше напрягаемся когда правильно пишем а когда мы пишем как говорим мы без напряжения пишем но поэтому есть методика авто письма когда человек все что в голову приходит автоматом пишет не задумываясь о правилах и этим самым снимает лишнее напряжение и восстанавливается есть а у нас есть методика выговаривания у нас есть методика пропивание у нас есть методика протанцована не у нас есть методика много методик который снимает личные напряжения вы об этом говорите поправьте меня если неправильно смотрите если вы сейчас будете писать нами слово молоко да мы говорим малаку а leche мораку Когда вы будете писать молоко, а вы привыкли писать молоко, а будете писать молоко, вы почувствуете, как энергии будут переключаться. И вам будет тяжело писать так, как мы говорим. Что вы имеете в виду энергии? Оставьте это слово. Оно неопределенное, непонятное. Все сегодня этим увлекаются, сами не знают, о чем говорят. Оставьте энергии. По-русски говорите нормальным языком. Вот писать труднее по правилам. Чем думать это слово? Чем говорить это слово? Устная речь легче, чем письменная. Потому что там правила нужны в письменной речи. Это вызывает лишнее напряжение. Вот это вы имеете в виду или нет? Нет, я хочу, знаете, что вам открыть? Что подумал и сказал – это одно, а сделал – это уже другое. Ну, как три разных человека, понимаете? То есть, как в единстве должно быть Дух, Душа и Тело. Значит, должна быть правда. Как ты подумал, как ты сказал, ты так же должен сделать. А так получается ложь. Переходим к следующему плану, к реализации. То есть, если человек подумал в Слово Солнце, ей сказал в Слово Солнце и сделал что? Написал его так же, как сказал. Тогда вы почувствуете, как вам будет легко в теле. То есть, вы имеете в виду, напиши с ошибкой, да? Да, но это не ошибка. Это честно. Вот это правда. Это сила наша. Я хочу сказать, вот в интернете люди пишут, они пропускают какие-то знаки припинания. Они пишут, как бы, ну, коротко пишут, и другие жалуются, что скоро мы разучимся правильно писать. За счет этого ТикТока, за счет этих вот гаджетов и так далее. Скоро люди разучатся, потому что они сразу пытаются объяснить друг другу, о чем они говорят, без всяких правил. То есть, интернет разучает грамматики. Вы это имеете в виду или нет? Я хочу, почему я просто задаю, чтобы до всех дошло, о чем мы говорим. Я хочу сказать, что если вы свою мечту будете писать так, как вы говорите, тогда ваша мечта будет легко сбываться. Потому что у вас будет единственное... По автописьмам, да? Вот я вот мечтаю о том, что я влюблюсь в красивую девушку. Вот вас, например. И вот я сейчас буду писать. Ах, как я хочу влюбиться. И буду без знаков пропинания. Вот как думаю, так и буду, да? И значит, это реализуется, да? То есть, я в вас влюблюсь, и вы в меня влюбитесь, да? Нет. Ну, я специально, так сказать, провоцирую, чтобы вы ответили на вопрос. Я понимаю, что я сейчас не могу вам объяснить, но я вот как могу объяснить, так я вам и объяснила. Вот если вы пополняете... Еще раз скажите, я сейчас буду точно молчать. Несколько минут, чтобы вы могли сказать, и все были довольны, чтобы вы получили возможность высказаться. А то я все время вмешиваюсь с вопросами и мешаю. Давайте. Еще раз повторю, что если вы начнете писать так, как вы говорите, или мы будем говорить так, как мы пишем, тогда наша сила, как сказали, как подумали, так и сделали, она будет намного сильнее, потому что это правда, это честно. Ты подумал, сказал и сделал так же. Вот если вы сейчас возьмете ручку и напишите любую фразу так, как вы ее слышите, я уверяю вас, что вы не сможете ее написать сразу, потому что вы будете думать, а как же вы будете к себе прислушиваться, а как же я говорю, какие же звуки-то я произношу. И тогда будет вопрос, а почему я слышу так, а пишу по-другому? Зачем это? Для чего это сделали? Зачем нам вообще придумали правила? Как вы думаете? Ведь украинский язык, как мне сказали, они пишут так, как говорят. И у меня вопрос, почему мы пишем по-другому? Как я понимаю, нас просто, мы теряем свою силу на самом деле, потому что это три единства. Ты подумал, сказал и сделал. А когда люди в жизни думают одно, говорят другое, делают третье, это уже, знаете, как норма. Словом сделал, вы имеете в виду написал, да? Да, написал. Ну, а в жизни человек сказал, подумал, сказал, сделал. Это как лебедь, рак и щука. Понимаете? А когда все в единстве, вот эта правда, она делает нас сильными. Ну, давайте попробуем. Вот сейчас всех попросим, попытаться, что в голову приходят те слова, писать, как это в голову приходит. То есть автописьмо мы опять же возвращаемся к методике известной в мире, автописьмо, с помощью которой одна художница, пережив инсульт, восстанавливалась. Она писала, что в голову придет, не задумываясь о грамматике. Через несколько дней она почувствовала, что она чувствует себя лучше, лучше, она стала художницей, и всех потом учила восстанавливаться и раскрывать творческие качества и способности. Да, это хорошая методика разгрузки. Говори, что думаешь. Не лги. Правильно же? В этом смысле. В этом смысле. Ну, давайте сделаем такой эксперимент. Попросим всю нашу школу, наших участников заняться автописьмом. Пусть все пишут, пишут, что они думают, но хотя бы в дневничке себе, кто плохо себя чувствует, каждый день садитесь на пять минут и пишите все, что думаете, пишите все, что думаете, не закорачивайтесь на знаках приметания, как надо правильно писать, а просто выплескивайте, 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 выплескивайте и выздоровите. Правильно я говорю? Нет. Это совсем другое направление, чем вы говорите. Автописьмо, как-то я понимаю. Рассказывайте. Я там, ко мне человек, а вы рассказываете, всем рассказывайте. Как я понимаю, автописьмо, этот человек, он в потоке пишет то, что ему идет. Он расслабляет свое тело, он не задумывается вообще, что он пишет, он просто пишет. А это совсем другое, о чем я говорю. Это метод творчества. Творчество. Этот метод материализации своих мечт. Это вообще здоровье, потому что у тебя нет конфликта между тем, что ты подумал, сказал и сделал. Понимаете? И здесь обретается сила, сила жизни. Я вот это хотела раскрыть и объяснить. И здесь нужно осознанно писать, наоборот, то есть свою какую-то мечту. Ну, даже, например, я себя люблю. Написать вот эту я себя люблю. Как вы напишите? Вы напишите я себя, правильно? Люблю. А вы говорите я себя люблю. Так вот, если слово то себя читаем справа налево я бис. Или я бис это исток. А когда я себя, то я получается без. И в свое время я создала целый огромный словарь, где расшифровала на самом деле истинный смысл слов. И обращала внимание, как я говорю. Когда как я говорю, идет совершенно другая формулировка. Например, слово равнодушный. В нашем понимании слово равнодушный это такой наплевательский человек, которому все равно. Вот он не о чем не думает, он ко всем относится безответственно. А на самом деле я равнодушная, да? Равные души. Мы с вами равные души. Так вот, совершенно два разных смысла. Когда придет. Или слово просто. просто там есть рост. Сложно и сложно. Вам сложно в жизни? Остановитесь, подумайте, вы никогда идете. Все то, что вам нужно, оно делается просто и легко и радостно. Вот. Ну, слово даже радость, например, или радость. Ра это солнце даст. Солнце нам дает. А радость его нужно достать. Радость. Поэтому слова совершенно имеют, обретают другой смысл. И вас не было, когда Хаса, я тут объяснила, как нужно писать слова осознанно. Ну, например, я себя люблю. Ну, потом послушайте запись. Нет, ну, скажешь мне, вдруг ты меня любишь. Я шутить люблю, так что все это знают. Лучше шуток ухращает беседу. Да, еще что хочу добавить, что когда слово читается слева направо и справа налево, это жилое слово. Вот. Также есть, например, ноты в именах или в отчествах или в фамилиях. Если у вас есть нота в имени, например, Валя, нота ля, да, или, ну, какое еще имя есть? Фаргат, нота Фа. Эту ноту нужно пропивать. Она дополняет вашему имени ту силу, в котором состоит в вашем имени. Вот. Ну, это целая нота для меня открылась, но очень интересно. Еще раз, пожалуйста, мне коротко сформулируйте для всех. Кто-то, может быть, не сначала смотрел и только сейчас начал смотреть. Сначала сформулируйте вот этот концепт так называемый. Вот я подошел, сел, вы говорили, сформулируйте, пожалуйста. Тем более, что ко мне пришла сейчас Дарья. Покажись. Здравствуйте. Доктор. Она психиатр, милая и умная. Поэтому будут вопросы, пишите тоже к психиатру. Но это уже не шутка. Да, я помогу. Да, это уже не шутка. Она специалист по ключу тоже. Так вот, пожалуйста, сформулируйте сейчас. Метод такой. Садимся и пишем любую фразу. Например, можете прописать свою мечту. Например, я хочу или я всегда радостный, да, или я всегда счастливая. Возьмите и напишите так, как вы звучите, как вы говорите. Прислушайтесь к себе, какие звуки вы издаете при этом. И когда вы будете писать так, как вы говорите, у вас постепенно, ну, вы сказали мне не говорить слово энергия, вы почувствуете благость внутри. Ну, теперь в данном аспекте энергия, можно сказать, чтобы понять не было, я почему тогда сразу сказал, потому что этим словом сейчас оперируют, совершенно не задумываясь, энергия, 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 и уже забыли, от чего и как. Чтобы понятно. Тогда представьте, что мы говорим, как пишем. Например, корова. Мы же не говорим корова, мы говорим корова. А почему мы говорим так, а пишем по-другому? Вообще почему? Вы не задумывались над этим? То есть правила грамматики, чтобы всем было понятно, потому что есть... непонятно, когда мы говорим? Когда я вам говорю корова или корова, вам что, непонятно разное? когда вы говорите корова, это устная речь. Когда мы пишем корова, то я не знаю, я не пробовал, я поэтому прошу всех сейчас высказаться в этом направлении. Это очень интересная тема, которую вы задели, чтобы как говорим, так и пишем. Попробовать, понятно ли будет людям такое письмо. Допустим, я вас не видел пять лет, вы мне прислали письмо вот такое большое, и там написали много страниц так, как говорят, а не так, как пишут. Пойму ли я там то, что вы мне написали однозначно, или начну домысливать по своей, так сказать, испорченности? Ну, давайте представим, что когда мы пишем, мы материализуем, мы заземляем это. Если мы свою мечту будем прописывать, как мы говорим, она быстрее материализуется. Я этим занимаюсь 12 лет, и уже прошла большая... Вот я мечтаю сейчас влюбиться в кого-то, потому что мне надо картину написать. У меня белый холст стоит уже две недели, я никак не напишу, никак не люблюсь. Значит, я должен написать. Хочу влюбиться, чтобы нарисовать картину. Белый холст стоит две недели, ни в кого пока не влюбился. Можно вам посоветовать? Вы лучше напишите, как будто вы уже нарисовали. Напишите, я нарисовал очень красивую картину о своей любви. она у вас еще быстрее нарисуется. Ну, тут две позиции уже. Уже представить мечту не то, что я хочу влюбиться, чтобы нарисовать картину, а что типа я уже влюбился и нарисовал картину. Да. Да. Ну, так мне же ее нарисовать придется все-таки. Конечно, только вы же этого и хотите, это же ваша мечта. Вы имеете в виду тогда я и влюблюсь быстрее, да? Конечно, конечно. Мне же объект нужен, в кого влюбить. Он придет. А вдруг он восьми 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 да, свет в глаза смотрящего. Да, извините, если я вдруг вас влюблюсь и потом вот что получится посмотрим. Да, я буду счастлива. Слово мечта. Мы говорим мечта, а пишем мечта. А, вот еще вопрос, кто как говорит, кто-то говорит мечта, кто-то уже привык говорить по правилам мечта. Ну, если он привык по правилам так говорить, пусть так и говорит по правилам, да? Ну, если честно, я не слышала, чтобы люди говорили, что это мечта. все говорят мечта. Мечта, мечта. Это моя мечта. Мечта. Через мир говорят. Мечта, вот как сейчас услышите. Это моя мечта. Они говорят, через мир. как-то ей как-то так, не мечта. Непонятно, то есть каждый человек теперь должен подумать, а как же он думает, когда говорит, да? Да, он все начнет прислушиваться, и что очень интересно, мечта, мечта, там, нота ми, это третья чакра, это наше место силы. Вы знаете, что, мне кажется, мы открываем новую эпоху уникального контента. Да, она у меня уже открыта. Да, у вас она открыта, мы у всех сейчас открываем. А когда мы говорим мечта, что такое меч? Не знаю, меч, это для меня меч у меня лежит там на шкафу, большой меч. Это разрушение, да? Меч, но это вообще оружие, так скажем. Да. Ну, меч, у каждого своя ассоциация, у кого-то она вызывает негатив, у кого-то может быть позитив, кто коллекционирует. Поэтому здесь такое двоякое чувство. Ну, вы знаете, я не знаю словарь, если я свой привезла при переезде, у меня был огромный словарь слов, где были просто открытия. Даже любовь, например. мы говорим любовь через фе, а пишем любови. Что такое любовь? Давайте рассмотрим. Как-то любовь написанная солиднее, как-то в любовь, а через фе какой-то любовь, но такое молодежное, молодежное такое, а самая серьезная любовь, запоздалая. Ну, поэтому поздняя любовь, это самые такие чеховские, там, бальзаковские какие-то там такие вот. Давайте мы сейчас зададим всем просьбу, пусть пишут свои комментарии, и, пожалуйста, пусть пишут, что они думают по этому поводу. Я считаю, что нам с вами надо еще, если вы не против, через денечко-два еще раз найдете время выйти к нам? С удовольствием. Спасибо вам сердечно. До встречи. Посмотрим, какие мои комменты нам напишут. Я думаю, очень интересные. До встречи. До свидания. До встречи. До встречи. Продолжение следует...